В эту среду Папа Франциск посвятил общую аудиенцию недели молитв за единство христиан. Он снова размышлял над историей кораблекрушения, которое пережил святой Павел. Библия рассказывает о том, как народ Мальты тепло приветствовал прибывших. Папа Франциск попросил христиан следовать этому примеру. Это значит признать, что другие христиане действительно являются нашими братьями и сестрами во Христе. Кто-то может сказать, но он протестант или он православный. Да, но все мы братья и сестры во Христе. Папа сказал, что проявление гостеприимства среди христиан – великое свидетельство, которое Церковь должна предложить миру. Будучи христианами, мы должны сотрудничать, чтобы показать мигрантам Божью любовь, открытую Иисусом Христом. Совместная работа по обеспечению экуменического гостеприимства, особенно для самых уязвимых, сделает нас всех христиан – протестантов, православных католиков, всех христиан лучшими людьми, лучшими учениками и более единым христианским сообществом. Юмористическая сцена разыгралась во время аудиенции. Этот маленький мальчик блуждал вверх и вниз по лестнице, пока главные идеи катехидиса папы читались на разных языках. Ребёнок вызвал улыбку у нескольких человек, включая немецкого переводчика. Мальчика зовут Савино. Он – постоянный посетитель общей аудиенции папы. Кажется, он чувствует себя как дома, прогуливаясь по ступенькам перед папой Франциском и тысячей верующих. Этот маленький мальчик посещает папу уже второй раз. Ему было 29 дней от роду, когда они пересеклись в 2018 году в первый раз. Когда мы пришли в тот раз, папа взял Савина на руки и благословил его. Поэтому на этот раз мы также привели его брата Джованни, сейчас младшему 7 месяцев. Так что это огромное благословение. Это эмоция, которую я не могу выразить словами. Я благодарю Господа. Это всё, что я могу сказать. Родителям должно быть трудно дисциплинировать ребёнка, который всеми правдами и неправдами находит способ лично встретиться с папой. Джорджо и Анна говорят, что Савино часто проделывает то же самое в своём родном приходе в Болонье, подходя прямо к алтарю в середине мессы. Сначала я волновался, когда увидел, что он отправился туда. Мы не знали, что делать. Если бы я забрал его, он бы начал кричать. Поэтому я просто позволил ему остаться. За ним не уследишь. Он умудряется ускользнуть незаметно. Мы находим его на хорах. Однажды он вышел из храма. Он даже пытался забраться туда, где был охранник. Анна надеется, что Савино однажды станет священником. Но она говорит, что это будет его решение. Семья сейчас возвращается в Болонью. Но, судя по всему, это не станет их последней встречей с папой Франциском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова